Антонова Самолеты с маркой «Ан» известны во всем мире, летают по всему миру. Самолеты, которые заслужили славу одних из самых надежных, неприхотливых самолетов с великолепными взлетно-посадочными характеристиками, которые могут летать практически и на бетонных ВПП, и на грунтовых ВПП, и на заснеженных. Особая гордость предприятия – тяжеловесы «Мрия» и «Руслан». Они абсолютные рекордсмены в грузоподъемности. «Руслану» под силу доставить 150 тонн груза «Мрия-250». Она была создана в 1988 году для перевозки космического корабля «Буран». С 1995 по 2001 годы из-за закрытия этой программы гигант лишился заказов. Этот самолет – гордость Украины. Еще каких-то несколько лет назад он бы мог оказаться в музее. Но благодаря усилиям и терпению украинца он продолжает возить самые тяжелые грузы в мире. Благодаря «Мрии» были проведены рекордные авиационные перевозки в истории, среди которых доставка 175-тонного трансформатора из Австрии в США. А уникальная строительная техника, доставленная из Чехии в Узбекистан, весила все 250. Сейчас на счету самолета сотни мировых рекордов. Пилоты заверяют – будут еще. Ведь «Мрия» продолжает трудиться в небе. Признаются – она вызывает восторг во всем мире. Сейчас эти великаны вместе трудятся в подразделении грузоперевозок авиалинии Антонова. Их доля на рынке сверхтяжелых транспортировок – 40%. Остальные 60% – тоже на крыльях железных птиц Антонова. Весь рынок сверхтяжелых грузов поделен в мире между двумя компаниями. Это Антонов, авиалиния Антонова и «Волга-Днепр» российская. И весь мировой рынок, а он наш, нет конкурентов. Просто нет в мире другого самолета, который бы мог возить то, что мы зимы. У нас есть преимущество, что даже «Волга-Днепр» не может возить то, что может возить «Мрия». Вскоре на взлетную полосу выйдет вторая «Мрия». Предприятие заключило контракт о достройке второго Ан-225 с китайской компанией. В дальнейшем стороны намерены наладить совместное серийное производство гигантов Китая по лицензии Антонова. «Мрия-2» от «Мрия-1» будет отличаться прежде всего оборудованием. И, наверное, практически только оборудованием. Потому что фюзеляж, крыло, оперение, все основные агрегаты по конструкции абсолютно идентичны «Мрия-1». А вот оборудование, которое будет устанавливаться, системы самолетные, они, конечно, будут уже современные. Однако на сегодняшний день главное направление – серия современных пассажирских самолетов Ан-148 и Ан-158. Отличаются небесные птицы размерами и количеством пассажиров. Самолет соответствует всем современным требованиям. Позволяет его эксплуатировать в любых условиях, в любых, как говорится, климатических условиях, на аэродромах вплоть до высоты 4000 метров. Самолет Ан-158 только собирается у нас на Украине. Поэтому и самолет Ан-148-200 тоже собирается только на Украине. Среди заказчиков – авиакомпании Турции, Саудовской Аравии, Азербайджана, Малайзии и Кубы. Также завод получил госзаказ от Минобороны Украины на строительство трех Ан-148. Кроме разработки новой техники, предприятие обслуживает и модернизирует все находящиеся в эксплуатации Анны, чтобы украинские машины соответствовали требованиям времени. Все эти годы шла модернизация, особенно в части авионики или авиационного оборудования. То есть это самолет уже давно не похож, особенно по облику кабины, на тот самолет, который был создан 35 лет назад или больше. Это требование сегодняшнего дня. Производит модернизация, увеличиваются ресурсы. К концу года антоновцы представят миру очередную новинку – Ан-132Д. Его разработали по спецзаказу из Саудовской Аравии. Доступен он будет и для других клиентов. Большинство комплектующих – украинские. Остальные поставляют партнеры из США, Франции и Канады. На базе самолета Ан-132, как и на базе предшествующих самолетов, можно реализовывать и варианты самолетов спасательных, и пожарной модификации, и просто транспортный самолет. И мы очень рассчитываем, что самолет станет полезным также для украинских заказчиков. Мало кто в мире может похвастаться тем, что глава государства летает на отечественном самолете. Украинский борт номер один – Ан-148. Первый полет президент Петр Порошенко совершил на нем 24 января 2015 года. Во время визита в Саудовскую Аравию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова